Приветствую всех! Сегодня я вам расскажу о таком интересном и древнем растении, как исландский лишайник. Лишайники одними из первых возникли на земле и практически не изменились до этих пор. У них нет обычной корневой системы, стеблей, листьев, зато они умеют добывать пищу из воздуха. Увидеть их можно даже в самых неожиданных местах. Что же из себя представляет исландский мох и чем он может быть полезным для людей? Исландский мох представляет собой природный лишайник. Растение является симбиозом двух микроорганизмов – водорослей и грибов. Термин симбиоз означает жить вместе. Оба микроорганизма настолько тесно связаны между собой, что представляют единый целостный организм. Это по сути живой организм. Представляет собой маленький кустик в высоту 15 см. Слоевище этого растения имеет коричневый или зеленоватый оттенок. Растет очень медленно. Молодой побегой исландского мха называется таломом. Местами лишайник образует сплошной ковер. Лучше собирать его летом или осенью. Важно, чтобы погода была сухая. Мокрый лишайник крайне трудно сушить. Некоторые целители считают, что растения можно собирать круглый год. В народе исландский мох получил другие названия. Его величают цитрарией, мускусом, печеночной травой, фукусом, лишайником. Несмотря на его название, его можно встретить не только в Исландии. Исландский мох и другие разные виды встречаются во всем мире. Особенно в холодных районах он обитает в тундре, лесотундре, сосновых лесах, на торфяных болотах, в горных лесах. Исландский мох называют индикатором экологии, считая, что он никогда не вырастет там, где воздух сильно загрязнен. В лечебных стелях используют высушенное слоевище. Оно имеет горьковато-слизистый вкус и слабый своеобразный запах. Растения содержат такие полезные вещества. Микроэлементы, углеводы, горечи, слизи, изолихинин, лихинин, воск, жиры, органические кислоты, летучие вещества. Основным химическим соединением, обнаруженным в Исландском пхе в большом количестве, является крахмал, называемый лихинином. При варке он превращается в вещество, которое напоминает слизь. И при дальнейшем применении прекрасно снимает раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей и носовых ходов. Что лечит Исландский мох? Это мощный природный антибиотик, содержащий усниновую кислоту и другие лишайниковые кислоты, способные отлично бороться с бактериями и вирусами. С его помощью лечат пневмонию, туберкулез, коклюш, бронхит, астму. На основе мха готовят настой, отвар и чай. Исландский мох используют для лечения тромбофлебита и варикоза. Применяется при болях в желудке. Он улучшает пищеварение и способствует заживлению язвы. Исландский мох также используется при воспалении десен и других заболеваниях полусерта. С помощью отвара на основе исландского мха можно восстановить силы после перенесенных серьезных травм, заболеваний. Он очищает печень, помогает при атеросклерозе, повышает уровень йода в организме. Также лишайник помогает справиться с депрессией, улучшает сон. Используют лишайник и в косметологии. Его назначают в форме настоев или отваров при различных проблемах кожи лица, прыщах, угревой сыпи, фурункулах. Так как это растение способно улучшать обмен веществ, его применяют и для похудения. Основным методом применения исландского мха считается настой. Универсальный рецепт приготовления настоя исландского мха. Для приготовления горячего чая или настоя рекомендуется заварить 1 столовую ложку лишайника с стаканом кипятка и настоять 30 минут. Приготовленный напиток принимает 3 раза в день, равномерно на 3 приема. Готовый раствор хранить нельзя. Вреды и противопоказания. Аллергическая реакция на растения. Острое обострение язвы желудка. Гастрит с повышенной кислотностью. Период беременности и лактации. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!